Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите. У кого слоны, тому принадлежит будущее. В Рязани прошло первенство области по шахматам. Трус не играет в хоккей. Хоккейный клуб «Рязань» завершает предсезонную подготовку. Рязанские спортсмены пополняют копилки наград. Михаил Пуляев отличился на чемпионате мира. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем нашу программу с хоккеем. Уже в сентябре стартует чемпионат высшей хоккейной лиги, в которой, напомним, участвует и хоккейный клуб «Рязань». Хоккейный клуб «Рязань», по словам тренеров, завершает предсезонную подготовку. В августе команда провела серию контрольных и товарищеских матчей. И что приятно, рязанские хоккеисты чаще одерживали верх. Надо сказать, что в июне у команды сменился наставник. Главным тренером хоккейного клуба «Рязань» стал Вячеслав Викторович Уваев. Сам Вячеслав Уваев – воспитанник московского «Спартака». Играл на позиции защитника во многих клубах, в том числе и иностранных. Тренером работает не так давно, около пяти лет. Из достижений пока можно назвать участие в финале Кубка «Харлам» в Молодежной хоккейной лиге с командой «Красная армия», которую он возглавлял в 2011 и 2012 годах. Несмотря на свое игровое амплуа защитника, Вячеслав Викторович говорит, что будет проповедовать активную, динамичную и комбинационную игру. Контракт с хоккейным клубом «Рязань» подписан сроком на один год. В тренерский штаб Уваева войдут и рязанские специалисты, работавшие с командой в прошлом году. Это Олег Курин и Олег Бурсухов. Впрочем, помимо главного тренера сменился, причем довольно сильно, и состав хоккеистов. Мы обновились практически на 80% по сравнению с прошлым сезоном. Естественно, что мы все равно пытаемся, да, меняем игроков, пытаемся добиться, скажем, больше слаженности. И, в принципе, остаются вопросы, но это нормальное явление, да, потому что, я говорю, для команды, которая собрана за такой короткий срок, это, скажем, длительный процесс. Думаю, что в позитивном, да, потому что это, как предшествовали, в принципе, удачные наши товарищеские игры, наши победы. Потом, скажем, большая группа, так как мы работаем с Ярославским «Локомотивом», у нас большая группа игроков, молодых, которые, в принципе, знакомы, да, и заведомо, скажем, адаптированы друг к другу. И мне кажется, насколько вот я разговариваю, да, с хоккеистами, мне кажется, что и те, скажем, ветераны, да, у нас нет, скажем, такого, скажем, возрастных игроков, но в то же время, мне кажется, что это будет хороший коллектив. Капитан хоккейного клуба «Рязань» Павел Воробьев со своей стороны отмечает те изменения в тренировочном процессе, которые произошли с приходом Вячеслава Уваева. Наверное, у каждого тренера свой взгляд на хоккей, своя специфика, свой тренировочный процесс. По-другому он представляет и видит, видимо, игру. Вот, поэтому, конечно, отличается и сам тренировочный процесс, и упражнения, и, то есть, нагрузки, немножко все по-разному. И, естественно, у нас коллектив на процентов 70-80 обновился, то есть, и мы к этому всему потихоньку привыкаем, как через тренировки, так и через игры, пусть. Поэтому, но все ребята профессионалы, и все, как бы, достаточно быстро вникают, что от нас требуется, что от нас хочет видеть главный тренер, поэтому я думаю, что все нормально, и все идет по плану. В этом сезоне хоккейный клуб «Рязань» заключил соглашение с Ярославским локомотивом. Из Ярославля уже приехали несколько перспективных молодых ребят. В такой момент был, оказывается, что надо, я, честно говоря, не знал, чисто технический момент, что когда подаешь заявку в федерацию, мы должны писать, был ли у игрока в карьере, скажем, про молодых, я говорю, игры за сборную России, да, и оказалось, что вот те ребята, которые там присланы, скажем, которые у нас командированы, которые, как говорится, перешли в наш клуб, что практически, по-моему, все были задействованы в сборных России, ну, понимаете, да, разных возрастов, но они были задействованы, поэтому мы тут, мы говорим, что мы собрали практически сборную России. Безусловно, последние три сезона рязанский профессиональный хоккейный клуб лихорадит. Не удавалось найти свою игру, и в итоге команда пребывала в подвале турнирной таблицы. Однако, возможно, что смена тренера и целого ряда хоккеистов пойдет на пользу команде и вселит энтузиазм у болельщиков. Не хотелось бы, да, оглядываясь на прошлые сезоны, я думаю, что мы ставим для себя, да, задача за то, что мы будем биться в плово, в понятие, что и руководство, я думаю, поставит перед нами те же задачи, потому что, ну, вы сами понимаете, да, в спорте, мы, скажем, что мы в большом спорте, да, потому что это профессиональный спорт, естественно, что без задачи, которые стоишь перед собой, которые стоят перед тобой, невозможно. Лично я смотрю с оптимизмом в будущее, то есть, опять же, пришли ребята, которые молодые, амбициозные и с хорошим, в принципе, мастерством, с хорошим багажом мастерства, которые могут и должны прогрессировать, то есть, плюс остались те, которые, в принципе, наверное, руководство посчитало были, наверное, лучшие в прошлом сезоне, кого они хотели оставить, кого-то не получилось, к сожалению, но я думаю, вот этот сплав молодости, какого-то опыта определенного, то есть, должен дать свой результат, и болельщики ждут, болельщики хотят, они верят, надеются, поэтому мы не имеем права их подводить. Сейчас команда готовится к небольшому турниру в Воронеже, а далее начнет регулярный сезон в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги, причем первые четыре матча рязанские хоккеисты проведут на выезде, а первый домашний матч состоится 21 сентября. А на этой неделе хоккеисты рязанской молодежной команды «Молния» получили 30 комплектов новой формы. Все предметы экипировки лично в руки ребятам передал прямо во время тренировки в Ледовом дворце президент региональной федерации хоккея «Шайбий» Андрей Глазунов и начальник профессиональной команды Виктор Губернаторов. Всего 30 комплектов. Шлемы, нагрудники, налокотники и перчатки прислали из московского «Динамо», с которым пару лет назад активно затрудничал рязанский клуб. Спортивные функционеры сообщили, что сейчас ведется ремонт интерната для перспективных юных спортсменов-хоккеистов из районов Рязанской области. Вскоре они смогут проживать в Рязани и тренироваться в молодежной «Молнии». Еще одним важным шагом в укреплении материально-технической базы рязанского хоккея стало, по словам директора дворца «Спорт Олимпийский» Владислава Фролова, повышение зарплат тренерам и, соответственно, пополнение штата наставников для ребят. Причем как в секцию по хоккею с шайбой, так и по фигурному катанию. И что особенно радует работников дворца «Спорт Олимпийский», после триумфальных Олимпийских игр в Сочи число желающих заниматься спортом ребят значительно прибавилось. После Олимпийских игр в геометрической прогрессе количество желающих выросло. Мы, конечно, всех ждем. И, наверное, сейчас можно смело говорить о том, что это нормально. У нас присутствует не набор, а отбор детей. Это очень важно, потому что тот замес, я таким профессиональным термином буду говорить, который мы наберем, если это будут дети, которые подходят для данного вида спорта, по морфологическим показателям, по ряду, так сказать, показателей, конечно, это залог большого успеха на будущее. И как знать, возможно, именно из вновь пришедших в секцию хоккея юных и пока не очень опытных ребят будет укомплектовываться не только профессиональный хоккейный клуб «Рязань», но даже и сборной нашей страны. И еще о приятных событиях. Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев завоевал на проходящем в Челябинске чемпионате мира под дзюдо серебряную награду. Подробности далее. Михаил Пуляев – серебряный призер чемпионата мира под дзюдо. Чемпионат мира под дзюдо среди мужчин и женщин, в котором приняли участие спортсмены более чем из ста стран мира, прошел в Челябинске. 26 августа, во второй день соревнований, серебряную медаль чемпионата завоевал рязанец Михаил Пуляев, уступив финальной схватке трехкратному чемпиону мира, бронзовому призеру Олимпиады 2012 года в Лондоне Эбиному из Японии. На трибунах, размахивая флагом ВДВ, за рязанского спортсмена активно болели его земляки. После поединка спортсмен поделился со средствами массовой информации своими впечатлениями. Это мое первое в карьере серебро мирового чемпионата после первой в коллекции апрельской бронзы чемпионата Европы 2014. Впереди Олимпиада, надо готовиться, сказал спортсмен. Шахматы. Древнейшая интеллектуальная игра на планете. В нее играли короли, ученые, поэты. Шахматы, как говорил известный немецкий маэстро Зигберт Тараш, точно так же, как любовь и музыка делают человека счастливым. Поклонники этой игры есть и в Рязани. Спорт – это в первую очередь преодоление себя, достижение вершин мастерства. Это гармоничное физическое и интеллектуальное развитие, длительные тренировки для поддержания формы, самообладание и эмоциональная устойчивость. Спорт – это борьба, состязание, в какой-то мере даже агрессия. Наконец, спорт – это амбиция, стремление стать первым, завоевать высшие награды и титулы. А вот можно ли все вышеперечисленное с полным правом сказать о шахматах? Почему же многие упорно не считают шахматы видом спорта, а спорт, в свою очередь, ассоциируется исключительно с физическими нагрузками, силой и ловкостью? А между тем, шахматы как вид спорта официально признаны более чем в 100 странах, причем в Великобритании это произошло лишь в 2006 году. Международный олимпийский комитет признал шахматы спортом лишь в 1999 году, но не включил в олимпийскую программу. Примечательно, что кампания по включению керлингов в список олимпийских видов спорта прошла под девизом «Шахматы на льду» и была успешной. Самим же шахматистам этого добиться пока не удалось. А пока Международный олимпийский комитет не принял решение, Международная федерация шахмат проводит свои олимпиады – шахматные, мировые и континентальные. В нашем городе тоже периодически проходят всевозможные шахматные соревнования. Конец августа не стал исключением. В конференц-зале стадиона «Спартак» прошло первенство Рязанской области по шахматам. Соревнования проводились в пяти возрастных группах – среди мальчиков и девочек до 11 лет и 11-13 лет, среди юношей и девушек до 15, до 17 и до 19 лет. Всего в турнире приняли участие 115 юных шахматистов. У нас в этом году из многих районов приехало довольно много. Прежде всего Рязань, город Касимов Рязанской области, Ряжск, Скопинь, Рыбная, Торожиловский район, Шиловский район, Чучковский район. То есть очень большая география. Многие считают, что спорт связан только с физическим развитием. В народе даже бытует мнение о глупости и недалекости профессиональных спортсменов. А практика показывает, что наилучших успехов в спорте добиваются именно интеллектуалы. А как раз-таки шахматы развивают интеллект и творческое мышление, а также улучшают память. Важна способность принимать решения и отвечать за них – стратегическое и тактическое мышление. Скорость необходима в цветноте и при игре в блиц или быстрые шахматы. Есть такая пословица. Один раз отрежь, семь раз примерь. Так вот и здесь. Семь раз подумай, один раз прими решение. То есть принимать решение обдуманное, не сгоряча. Потом дальше характер воспитывает. Потому что нужна сила характера. Позиция плохая. Значит, у тебя сильный характер, ты можешь борьбу свою, как говорится, в свою пользу перевернуть. Волю, целеустремленность. Как ни странно, физическая подготовка профессиональному шахматисту также необходима. Проводить ежедневные многочасовые тренировки, сидя за доской, человек физически слабый, просто не способен. Поскольку подготовка к соревнованиям, как правило, проходит в индивидуальном порядке, требуется отличная самоорганизация и работоспособность. Психологическая борьба во время партии может иметь решающие значения, особенно если соперники равны по мастерству. Излишние эмоции приводят к ошибкам, поэтому недопустимы у спортсменов высокого класса. А для того, чтобы играть в шахматы на высшем уровне, необходимо интенсивно заниматься с самого раннего детства. Ну а что касается прошедшего первенства, помимо спортивных наград, на нем разыгрывались и путевки на первенство Центрального федерального округа. Оно пройдет в Белгороде в ноябре 2014 года. И первенство России, которое пройдет в Краснодарском крае в апреле 2015 года. А вот интересная информация для тех, кому шахматы кажутся все-таки не очень спортивным видом спорта. В Европе набирает популярность зародившийся в Германии шагбокс, сочетание шахмат и бокса. Правила такие. 11 раундов, из них 6 шахматных 4 минуты и 5 боксерских 2 минуты. Между раундами перерыв 1 минута. Суммарно партия длится 24 минуты, лимит времени 12 минут каждому. Для победы нужно выиграть либо шахматную, поставить мат сопернику или выиграть по времени, либо боксерскую, нокаутировать или выиграть по очкам часть. Если в обоих случаях объявлена ничья, то побеждает тот, кто играл черными. Уже существует более 40 клубов поклонников нового спорта, регулярно проводятся турниры. Казалось бы, какие шансы у шахматистов против боксеров? Оказалось, что шагбоксом занимаются как те, так и другие, и преимущество боксеров над шахматистами далеко не очевидно. Продержаться 2-х минутный раунд сложно, но еще сложнее справиться с адреналином и восстановить хладнокровие для 4-х минутной партии. Из известных боксеров в шахматы играют Ленокс Льюис и братья Кличко. Виталий считает шахматы важной составляющей своей подготовки, поскольку они тренируют способность концентрации. Так что делайте выводы и развивайте интеллект. Лошади уходи. Отвались. Лошади уходи, век воли не видать. А мы вот так. Пошел? Ну пошел, пошел. Мат? На сегодня это все. Будьте активными, будьте спортивными, и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok